Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги «Чисел» Перевод российского библейского общества Читаю для библейского портала экзегет Ну вот у нас предыдущая глава Устанавливала правила ритуальной чистоты и нечистоты Такой был разнообразный довольно набор Шестая в основном говорит об особой чистоте Числа очень такая ритуализованная книга Про устройство общества Про его четкое разделение на категории В частности чистота и нечистота Это одна из важнейших категорий Но есть случай особой чистоты Это обет назарейства так называемый Господь сказал Моисею Передайся нам, Израилевым Если кто-нибудь, мужчина или женщина Даст обет посвятить себя Господу Обет назарейства Мы толком не знаем, что это был за обет Но что-то вроде такого временного монашества Монашество очень современное понятие Неважно, в общем, человек себя выделял из общего числа Причем, смотрите, мужчины и женщины В равной степени могли это сделать И здесь даже не говорится о том, зачем он это делал Что это ему давало Просто вот у него есть такое желание Но что касается ритуальных правил То они здесь прописаны довольно четко Итак, этот человек должен воздерживаться от вина и браги Не должен употреблять винный уксус или уксус из браги То есть то, что скисло из алкогольного напитка Не должен пить виноградный сок Не должен есть виноград или изюм Все время его назарейству ему нельзя есть ничего Что приготовлено из винограда Даже виноградные косточки или кожуру винограда Вот такое отделение от не просто алкогольных напитков Но чего бы то ни было с ними связанного Все время, пока остается в силе его назарейский обед Он не должен стричь волосы Пока не завершится срок, на который этот человек посвятил себя Господу Он свят, пусть отращивает волосы Но потом будет история про Самсона Такого богатыря, которому вот все удавалось Пока его не постригла его любовница Интересно, что то, что у него была любовница Это было ничего Вот стричься ему было нельзя Но это тоже такая чисто ритуальная вещь В течение всего того времени, на которое он посвятил себя Господу Он не может приближаться к мертвому телу Даже если умрет его отец или мать, брат или сестра Он не должен оскверняться прикосновением к ним Ибо на голове у него волосы назарейства Знак посвящения Богу Вот, соответственно, прикосновение к мертвому телу Делает человека ритуально нечистым На все время своего назарейства он посвящен Господу Если кто-нибудь неожиданно умрет рядом с ним И этим осквернит волосы его назарейства То в день, когда назарей снова станет чист Он должен остричь волосы Пусть остричит волосы на седьмой день после осквернения А на восьмой день пусть передаст священнику у входа в шатер встречи Дву горыц или двух голубей Такая небольшая жертва Пусть священник принесет этих птиц в жертву Одну как очистительную жертву, вторую как всесожжение Обряд по-разному устроен И так ускупит его от осквернения мертвым телом И пусть назарей в тот же день снова осветит свою голову Даст пред Господом обет назарейства на новый срок И приведет годовалого ягненка как возместительную жертву А прежний срок пропал Потому что его назарейство оказалось оскверненным Вот подробная ритуальная история про то Как в случае осквернения назарейства Его можно возобновить Но ни слова о том зачем К чему это было все это назарейство Не знаю Вот закон для назарея Когда завершится срок его назарейства Пусть приведут его ко входу в шатер встречи Он должен доставить туда свое приношение Господа Годовалого ягненка без изъянов для всесожжения Годовалую овцу без изъянов как очистительную жертву Барана без изъянов для пиршественного жертвоприношения Три разных жертвы Одна как бы завершает все это Другая очищает его Хотя вроде бы он назареет Тоже не очень чист И не очень нуждается в очищении Простите А третья уже как пиршественное То есть чтобы попировать Как следует всем Кто с ним как-то связан Такой устроит банкет Корзину пресного хлеба из пшеничной муки Лепешки смоченные оливковым маслом И пресные коржи намазанные оливковым маслом А также надлежащее хлебное приношение и возлияние Пусть священник поднесет это приношение Господу И совершит очистительное жертвоприношение и всесожжение А также пусть принесет Господу пиршественную жертву Барана вместе с корзиной пресного хлеба Пусть священник также совершит хлебное приношение и возлияние Ну вот целый ряд этих жертв Назарей должен остричь волосы у входа в шатер встречи, а затем взять эти волосы Назарейства своего и бросить их в огонь, на котором сжигают пиршественную жертву. Вот он как бы сжигает свое это аскетическое достижение, если так можно сказать. Когда Назарей стряжет волосы Назарейства своего, священник должен взять сваренную переднюю ногу барана и пресную лепешку из корзины, а также пресный корж, и возложить это на руки Назарея. И пусть священник вознесет все это пред Господом. Это святыня. Она принадлежит к священнику наряду с грудью жертвы, что была вознесена пред Господом, и бедром, что было поднесено в дар. Ну, то есть, это те части, которые гарантированно отходят священнику на пропитание. И как раз грудь и бедро, это тоже в другом месте описано более подробно, те части жертвенной туши, которые ему отходят. После этого Назарей может пить вино. Ну, то есть, он избавился от всех этих прежних ограничений. Это закон для того, кто дал Назарейский обед. Он делает приношение Господу в соответствии с правилами Назарейства, и сверх того, жертвует, что сможет пожертвовать. Он должен выполнить данный им обед в соответствии с правилами Назарейства. Ну, после этого приходит в голову, что, вероятно, это было формой либо действительно такого аскетического упражнения, может, лечение от алкоголизма, кстати, потому что воздражение от спиртных напитков – это единственное очень четкое и детально прописанное ограничение. А может быть, это способ посвятить Богу себя какой-то просьбой. Вот человек чего-то желает получить и, соответственно, дает Господу свои эти вот… свое время, свои силы, как жертву, которую он ему приносит. Господь сказал Моисею, передая Рона и его сыновьям, вот слова, которыми вы должны благословлять сынов Израилевых. Тоже, кажется, переход нелогичный, но своя логика есть. Вот Назарей – это особо священная такая вот форма служения Богу. И благословение тоже то, что освящает людей. «Да благословит тебя Господь, и да сохранит Он тебя, да будет светил Его взор, обращенный к тебе, и да будет Он к тебе милостив, да обратит к тебе Господь лицо свое, и да пошлет тебе мир. Так запечатлеют они Моиме на сынах Израилевых, и я благословлю их». Вот тоже стандартная формула благословения, которая должна применяться и освящать людей. Ну, а дальше некоторые подробности, это же все вот то, что было описано до сих пор, требует ресурсов, это не из воздуха все берется. Где они взяли все то, что им необходимо для этого служения в Скине? Об этом седьмая глава. Продолжение следует...